Все обитатели зоопарка, кто живет со своей половинкой, приняли участие в конкурсе на лучшую пару. Обезьяны, леопарды, рыси, лисы и даже аллигаторы и змеи. Хладнокровные тоже способны на страсть. Одними из претендентов на главный приз считалась роскошная пара леопардов из Южной Америки. Но победа в итоге досталась не им. В голосование принимали участие посетители Самарского зоопарка, которые непосредственно пришли и посмотрели на наши чудесные пары. А также участники группы Самарский зоопарк ВКонтакте. Участие принимали 30 пар. И сегодня победителями стали еноты-полоскуны, лизы и матроски. Черноглазые милахи не оставили равнодушными никого. Даже царь зверей, играющий с бантиком, не вызывает такого умиления, как любопытный черноглазый енот. Мы просто смотрели там рептилии, смотрели птичек, вот рыбок. И подошли и спросили, кто мне больше понравился. Я сказала, еноты. Ну они хорошенькие такие вот, мягкие. Ну я не знаю, хорошие. За победу Лиза и матроскин получили съедобную валентинку. Дольки апельсина и прочие вкусные и полезные для животных деликатесы еноты быстро съели, не забыв по традиции прополоскать. Кстати, это одна из причин, по которым специалисты не рекомендуют заводить дома енотов. Они получат все, что только можно, включая сотовые телефоны и документы. Победа Лизы и матроскина еще раз подтверждает популярность енотов в современной культуре. Потому что в интернете полно картинок и мемов, посвященных этому замечательному и очень интересному виду. После торжественного обеда оба победителя удалились ко сну в весьма своеобразной манере. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События.